Привет! Я Дмитрий Пшеничный. В этом видео я покажу, как устроен мой первый проект по игровому саунд-дизайну. Я взял за основу бесплатный учебный проект Unreal Learning Kit для движка Unreal Engine 4. В качестве аудиодвижка я выбрал F-Mod Studio. Я начал проект с того, что по туториалам с мини-игре. Добавил недостающие острова, разместил чекпоинты и подбираемые айтемы. Когда уровень стал проходимым до конца, я начал добавлять в игру звук. Шаги персонажа это звук, который игрок слышит постоянно, поэтому важно, чтобы они не были слишком громкими и чтобы не звучали как один и тот же повторяющийся сэмпл. Кроме того, персонаж в этой игре может наступить на четыре типа поверхности. Для каждого типа я взял по шесть сэмплов шагов, которые выбираются рандомно, плюс небольшая случайная модуляция по пичевой громкости добавляет еще больше вариаций. Вместе с каждым шагом играют шорохи одежды и звон застежек рюкзака. Так ходьба звучит реалистичнее. А при ходьбе по дереву добавляется еще звук скрипа половиц, но он звучит не при каждом шаге, а включается с вероятностью 35%. Чтобы игра понимала, какие шаги на какой поверхности должны звучать, я написал систему переключения на языке blueprint. По сути мы посылаем невидимый луч от персонажа вниз. Когда луч сталкивается с поверхностью, мы берем данные о том, какому физическому материалу соответствует текстура, по которой идет персонаж. И на основе этого переключаем в аудиодвижке параметр surface type. Еще один параметр, который мы переносим из игры в аудиодвижок, это скорость. Это нужно для того, чтобы плавно повысить громкость шагов при беге. В момент прыжка звучит шорох одежды, звон рюкзака и реакция персонажа на прыжок. Такое хмыканье на резком выдохе. Я взял сэмплы, похожие на голос подростка. Мне показалось, что именно такой голос должен быть у этого героя. Когда персонаж приземляется после прыжка, к шагу добавляется низкочастотный звук удара. Это дает почувствовать вес персонажа. Звуки окружения в игре состоят из нескольких слоев. К основному звуку ветра рандомно добавляются отдельные порывы ветра. Плюс мы можем слышать птиц и насекомых, которых в игре на самом деле нет, но благодаря этим звукам мир ощущается более живым. В помещениях звуки окружения приглушены и есть эхо. Оно включается, когда модель персонажа пересекает границы вот этого невидимого куба. В этой локации есть несколько движущихся объектов, на которые герой может запрыгивать. Вот на этой платформе, кстати, звучат шаги по металлической поверхности. Звук движения островов состоит из трех слоев. Звук движения объекта сквозь воздух, низкочастотный гул, который придает островам вес и звук падающих мелких камешков. Их конечно в игре нет, но звук заставляет поверить, что они как бы есть. Подбор айтемов, а также чекпоинт и респаун я собрал из нескольких слоев, созданных в разных синтезаторах. У звука монетки есть хвост, который постоянно меняется рандомно, чтобы не надоедать. Для чекпоинта и респауна я использовал четыре ноты, которые составляют аккорд С6 С2. Он не мажорный и не минорный, но звучит довольно позитивно и поэтому хорошо подходит под настроение игры. Для бустера прыжка я взял восходящую секвенцию, как бы движение вверх. А для подбора ключа нисходящую. Для меня так звучит то, что мы что-то подобрали и положили в инвентарь. Звук открытия двери очень простой. Это такой воздушный луж плюс два слоя шипения воздуха, как при открытии двери в автобусе. Звук целевого триггера — это несколько слоев пэдов, играющих аккорд до мажор. Звук успешного завершения игры — тот же самый до мажор, только в виде арпеджио. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был саунд-дизайнер Дмитрий Пшеничный. Еще услышимся!